и тут такая экстраполяция есть вот так отрезать получается это называется по курдюмовый правильно называется омоложение здесь появятся молодые побеги годятся ли они для того чтобы использовать эти побеги для привык нет не годятся идем ближе вот это вот мой сад вот это я обрезал противник обрезки просто полностью перекрыть был туалет путь взял грех на душу так обрезал значит все эти побеги на прививку не годятся этот способ считается как раз для того чтобы заготавливать серенки вот они обратите внимание что здесь букеты если приглядитесь не в середине должна быть почка по бокам еще две цветочные середине расставая здесь букеты видели вот они букетики букетики здесь я не обнаружил вот с этого толстого пня проснулись почки какие привитые то эти спящие и они дали негодный для привык материал и кстати использует и высылает и сами используют на привык я тогда взял еще меньше вот это вот уже обрезку я делал как раз вот этих веточек веточки получились какими неполноценными я учусь на ходу вине как метод и к вот почему не полноценная вы обратите внимание здесь уже видно что почки неправильные так мягко мягко выразился идем дальше вот это вот еще одна эта ветка так а все дерево подверглась ну как бы сказать то насилию то есть здесь была обрезка сделана и боковые ветки выброс здесь центральный штамп боковые ветки выбросили вот эти побеги если вы приглядитесь вот ветка то не толстая вроде бы ну сколько внутри года вот они почки пока для вас они просто почка для меня не полноценны убедились ни одной полезной идем дальше наконец я их нарезал эти же самые для чего для учебного снимка печатался в газетах начал выбирать негодно 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 привыкайте но где-то вот это вот еще получилось более-менее это когда была обрезка трехлетней ветки то есть ветка которая появилась на светле год назад видите вот это еще куда не шло до хреново дело вот это крупный план что ваши глаза а я же серьезными людьми говорю не то что берите попало вот вот это вот негодные почки это с почки вырасти светки которая выросла из спящих почек вот это нет это уже побег последнего года там их многое нафотографировал выбрал вот этот вот вот это уже нормально вот это вот почки которые родились в результате будущей дебели дерево это то что мы называем по привычке черный рак похож но раньше черный рак было деревья не умирали сейчас умирает но я не ради этого вот побег видите неполноценный вот этот побег если победитесь он сразу выбросил какие самые вот они раз-два выбросил это уже не ростовые а ну быстрее дать урожай умирать собрал дерево умирать тоже неполноценно вот это я своими руками обрезал видите питомник сергея железа вон он дальше вот вот это я обрезал они выбросили к осени вот такие побеги так вот эти уже полноценные получились ну то есть я хочу чтобы визуально видели но уже толще этого не резали это вынужденная мера ну где-то надо брать черенки иначе откуда питомник возьмется идем дальше вот это вот так осенью выглядели персики которые потом раньше были мощнее здоровее но 40 градусная зима их превратила инвалидов некоторые до земли они все восстановились а некоторые все таки выше то есть некоторые до уровень снега выше снега мертвы они же это и мы начинаем выбирать абсолютно казалось бы полноценно вы знаете что он весь вымер в поле снега вот такие побеги дал вот такая мощность это благодаря корням вот это те самые как их назвать господи сеянцы вот которые мне с минусинска прислали и два последних оказались самые живущие на планете персики вот один из них они не только здесь дали до дерево сильно подмерзло отсюда множественные побеги то есть восстанавливает крону мгновенно а вам черенки если у вас такое дерево будет берете отсюда не отсюда не вот эти потому что их снег впервые снег был 30 сантиметров первое за последние скажем 5-7 лет вот такой глубокий снег аж 30 сантиметров ниже не берем а вот эти берем чем выше тем условия были жестче хуже сюда меньше доходит влаги живительной здесь сушающий ветер чем выше тем и сушающий ну и получилось что вот это вам надо брать на прививку я немножко срезал себе несколько продлить рот и сколько мог вышел а вот это наоборот здесь все мертво а вот здесь вот ну для этого и снег снеговой покров тут кстати когда я смотрел как эти самые шаманские пляски устроили эти феи которых я терпеть не люблю что это с телеканала боберзе все зима им надо чем-то заняться то не прыгали унистажали этот снеговой покров топтали его снегонадержание называется представляете снег нетронутый защита этих самых вот этих самых не такое это самое пройстут где-то какую дурь жаль некогда пройтись по ним как следует вот это вот дерево сад чуть прививки проклюнулись вероятность смерти но у меня получалось и 21 вот остальные такой перенос легко переносили при сам себе дожила бы это они припасе пошли в рост поэтому я пересаживаю все три пошли в рост прививки вот года позже а это же в основании мальчурский абрикос он бы метр на метр на метр а попробуйте выкопать все корни бы порубил да а вот а теперь представим себе этот я переношу а сосед допустим остается навсегда они это кости не почти одинаково но чуть-чуть уступает вот все-таки нарушил покой и учитель вступает но год сэкономлен точно тот потом пересаживаем годовалы мощи они вам покажу еще ужас какие мощные не бывают после прививки вот и вы оказываетесь в этом в таком состоянии что в раздумьях лучше пересадить если у вас масса если один можно можно и не рисковать потом есть сыграть переносить то все-таки риск почти оправдан выбор за вами что делать бутылка вот этот тот самый случай когда говорю под бутылкой идет месяца два вот нашел фотографии вот все спит а под бутылкой вот так и отсюда уже разгон начинается и только в этом случае что мы имеем мы имеем абсолютно здоровье саженцы которые будучи перенесенные там это до красавиаска готовились так вот ждали это самое как называется газель грузовой вот и только в этом случае у новых хозяев когда они аккуратно с комом земли нетронутым ком посадят только благодаря этому они успеют вызвать все теперь вы поняли почему из 100 погибает 95 или 100 вот из-за этого вот практики такой нет до сих пор ни одного письма не одно это я вот когда рассказывал понимаете я говорю как чтобы вот когда мне назвали там самого схваленным да смотрите я придумал такую технику а вот как там пиар бросаю информацию я первый придумал жду результат потом оказывается я 2 у меня два таких случая а несколько десятков я все-таки первый но я не могу иначе как позвольте это я придумал я с удовольствием расскажу кто придумал что на чек расскажу о нем извинюсь скажу что это я беру свои слова обратно вот вот это вот такие вот открытия они маленькие вот это еще раз говорю когда из сотни погибает 99 вы слова чего-то стоит пошли дальше скелетные прививки только для того чтобы убедиться что что-то вам путь не удалось достать вы смотрите приходит осень вы смотрите это сразу будет у переход в элиту вот сколько времени а я себя начал с нуля это его единственное что правда скелетный именно скелетные прививки а попробую я с меня начни привил да ну извините у меня бываете на первый второй год плоды на треск все-таки правильные на 3 4 вот ну что получается получается что вот только вот это оправдание для вот этих вот скелетных прививок живут недолго это так называемая биологическая несовместимость именно она приводит к массовому падежу особенно время урагана это у меня упала слива привитая на амрикоз и поделом когда вы видите вот такой рисунок именно такой рисунок это биологическая несовместимость лучше помимо не видеть значит вот это вот мне прислали эту фотографию что делать с этими цветами оборвать руки оборву редчайший случай один из тысяч если здесь появится плод на остальных 999 ничего не появится кроме обычного саморожка почка двойного назначения дерево очень плохо очень некомфортно очень здесь тоже будет росток но вообще нет снимок не нравится хотите уже в ведре выращивать или в чем-то делайте заподлицо вот так было тогда не будут это самое уродцы расти скажем так почек раз в две прививки я бы оставил бы четыре почки вот но уже 66 ладно это проклятие современного садоводства придумал конечно гениальный инженер но не садовод рассказываю еще раз уже в одном из фильмов это было когда мне прислали такую фотографию вот и прислали ко мне сайт где она рекламируется и там было несколько десятков фотографий уже привитая и выращенная немножко выращенным долго не там не могли прожить два-три года смерть это сразу было видно вот и это были лучшие фотографии это были люди которые вырастили и заняли там первые места и несколько лет подряд это занимали и это все реклама шла их уже проданы на если не миллионы то сотни тысяч точно и погублены деревьев тоже вот минут сейчас якобы кто-то пытался заступиться якобы они все совершение делается потому что я видел это стопроцентное это не вошенничество а невежество с двух сторон ну и деньги тем кто все таки маленько разбирается плевать что у вас вырастет вот это вот прививка у земли абрикос персики слива так высота три метра возраст пять месяцев прошло время через год-два все это было мертво кроме подвое вот ну и что я вам скажу с одной стороны это конечно замечательно что манджурский абрикос аж три принял разных вида конец печальный показывает только для чего чтобы мы поняли не увлекайтесь этим делом пожалуйста есть возможность хотите вот еще бы год прожил и тут вы где-то могли появиться плоды всего лишь второй на втором годе уже могли уже появляются таких случаях почки на абрикосах на персиках на второй год и на сливе это где-то может на третье но обычно просто последнего года обычно на сливе вернее не обычно они всегда бывают почки цветочные но даже здесь но не дожило получается как там сам коня еще отучал кормить еще 2 дня и твой бы но сдох вот это то же самое вот снимок хороший яркий захотел бы я бы сказал ну посмотрите вот он я железо а я вам говорю это ранее железо то умрет первая же зима не только у меня но и на урале и на дальнем востоке в сибири и вологде и в ленинграде везде что они делают то это мой друг чернобая то же самое представьте себе что она трезвая вот столь кого я вот так специально я повторяюсь извините это плевать плевая деревья речь о прививках сегодня вот примита вот здесь естественно что все дерево в этих самых персика но как можно понять не могу отрезать плотносящие как рука поднимается не могу понять чем не вообще думаю почему у них всегда в их них роликах они лесят деревья искалечены ничего не понимаю но я хочу еще раз рассказать это один так вот важнейший постулат страшнейшая ошибка я всегда говорил не делайте так как все что вот выпрямили ветку привели выпрямили ее она растет вертикально все равно это не дерево не 7 это ветка нету у нее штамба нету и не положено и делая штамбы уничтожены не миллионы нет вы думаете но это нет назвал большую цифру нет не миллионы сотни миллионов деревьев а по всему миру миллиарды даже на нас все годы по россии по по ссср миллиарды деревьев уничтожены вот когда это дойдет вот я всегда говорю так я вынужден сказать так почему до меня никто не догадался почему что-то скажет да я первый сказал и тогда будет извинение дискуссия я добиваюсь одного пусть восемь девятнадцатом году двадцать первого века но люди должны узнать правду пойдем дальше это уже смотреть не могу вот слива привитая на этот бухлетка на второй год отдает такие вот и на третий год зацветает это обычно да ну естественно попробуйте вы отрезать все это идиотизм не могу успокоиться фотографии прислали вот я не помню сейчас или чек сам это изуродовал или как некоторые говорят а это правда некоторые у меня тысячи писем на моем этом гостевой приходишь про только деньги отдал он спокойно берет продавец и режет на привитом сара на привитом режет эти ветки все нижние тогда метра где-то продает и двухметровый как правило пожалуйста но вы столкнетесь такой вещи вот как вот это допустим еще где-то еще есть такая фотография это с точки зрения науки химера была привита две почки вот через несколько месяцев и стало сколько считать боем нет это химера вот ну дальше распространяться не буду главное как этой химере официально это химера неофициально это вегетативный гибрид вот почему там не повторяется строение корней это мое новое еще открытие не буду а то сейчас разбежитесь снизу корни вот тут не тоже копия корней вы поняли да вот это вот как бы ни называли химера вегетативный гибрид я назову оппонент скажет химера лишь бы дури не было вот этой дури представляете бы это дерево так растили бы растет и здравствует а это еще один пример сейчас на данный момент случилось страшно случилось страшно вот то что я поговорил о саженцах а речь естественно идет в основном о привитых с жителями почти алматы нашими русскими вот и у них оказывается все тоже самое в них поэтому уже и яблони то уже нет практически то есть имеется ввиду опорты и другие качественность вот страшная беда поразившей россии вот эти вот при только часть обрезка вот это то что вы видели эту дурь это только часть потом она насчет будут расти если они не умрет они дальше будут окалечить а и вот это привело не просто потому что да там может быть возьмите алматы у них там вот минус 26 было самая низкая понятно африка у нас таких теплых зим не бывает можно сослаться что у нас гибнут от мороза там-то от чего гибнут они тоже самое они на бактериальный этот самый ожог ссылается а чем он отличим от этой неизвестной болезни да ничем я вам говорю привитое дерево непривитое любое плодовое дерево не смейте подходить к секаторам при определенных условиях которых я расскажу только и иногда в виде исключения вот она растет ну что вам от него надо ну почему вы проснувшись в ужасе садисты ветка растет вниз убрать до высоты метров все ветки отрезать растет внутрь убрать вот больше в одном ярусе трех убрать вот волчки убрать волчки это будущая крона вот это прошу вас не не колесе сейчас обреку еще немного яблони вообще в россии не будет а там москве про импортозамещение говорят а я не могу собрать деньги на 500 экземпляров книги которые об этом говорится так эти диски я рекламирую от души почему вот одно дело вот так вот фотографии ну когда живьем говоришь живьем вот получается эффектнее и больше более полезно а где вы еще увидите вот эти два диска так прививку мы начинаем рано цель сэкономить каждый каждый день сибирь не вызревает откуда если вызывает теплицах не то и вот откуда питомника которые могут проливать весь май могут быть окосе невызревшие нет зачем это самое продадут и умрут а есть получается яркая фотография приглядеться к этим почкам и нигде не увидите в те цветочные да это ладно вот прививка у земли заметили так а вот этот вот стаканчик видели в нем раствор давайте думать какой раствор я начинал с простой воды с под крана потом сам додумкался что талая вода должна быть более энергетически заряжена разница такой незаметно я не искал разница допустим 100 так 100 так но есть возможность снеговой талы есть давайте ей есть возможность дождевой она потом следующее по энергетике после талы дождевая все так с неба как как есть снег можно ей и вот срез смачивайте ниже покажу вот следующий момент вот этого не знает практически никто никто вот это глава 17 книги там таких советов несколько сотен почему потому что когда человек пришел почка зеленеет в этот момент она является тем чем для вас является допустим ну может быть это самое конфета или там кусок торта дело в том что потом когда вы приходите через неделю видите что почки вроде бы как отсохли или нет они выклеванные вот это панацея то есть еще одна роль потому если у меня не открытых я раньше не знал причину ну там сотню прививок сделал но 5 8 потерял еще горжусь ух какой я у меня всего 5 или 8 когда начал накрывать бутылками я показывал фильмы иду по рядам видно где привиток где нет они привиток то и нет то есть 95 до 100 процентов приживаемость то есть конечным результатом товарный саженец поняли бутылки для чего раньше видите вот они вот они оттаяли опережает время свое день идет за два за три коси не вызревают почки все целы кроме того что им отсыхать как там внутри парить ну как повышенная влажность вот сколько я вам наговорил это важнейшие моменты а результат то я просто взял не выдержал вот это одно из моих деревьев кстати не на моей территории на одной из моих я этим горжусь вот пипин шафрадный вот зараза хоть бы один год не кладоносил так вот это вот черенки которые храню погребе температура там около нуля выдержать не могу а надо бы главное враги при закладке еще где-то плюс пять может быть три вот ой это я про эти про косточки а про черенки уже где-то температура около нуля выдерживается и все равно приходит весна и в несколько раз было что там уже зеленели почки черешин и у меня бывало остальное все спало и именно цветочные почки абрикосов но это не страшно их не надо даже обламывать как учат их не надо я вам рассказывал второй вариант не надо срезать бритвочкой оставьте их в покое вот просто плевайте ростовые спят еще долго поэтому это абрикос такое свойство имеет спират цветет потом начинает расти и еще моменты плотная толстая полиэтилен так внутри не хочу утепляющего то есть это для того чтобы поддерживать то влажность там была эта тряпочка есть такие советы груш изгнивает если плотно а так если обычно полиэтилен дышит если здесь будет сыра может сырость нормально а если погреб сухой и особенно касается холодильник холодильнике всегда сухо всегда она через пленку начинает сушаться даже через пленку но приходилось мне получать даже из франции как-то писали посылку наши русские вот они были все мертвые ну понятно долго шла торцы не замазали это следующий момент и мыши вот мышами может бороться путями а я же великий гуманист я каждого этого заклад при закладке я туда высыпал пару килограмм зерна чтоб они не трогали мои но пока срабатывает не отравлено не отравлено кстати так пропускаю знаете почему минут пять понадобилось чтобы сказать одно из моих мировых открытий это селекционное клонирование которое основано на том что каждая почка кроме роста кроме веток будущих имеет еще половые клетки а значит можно искать находить и у это не переделывать геном а все гораздо проще находить предельно допустимые для данными вы же знаете как при одних условиях все равно все деревья однако не умирает а вот это тот самый шанс но пропускаю иначе еще кто-то выключить вот эту фотографию мне прислали спросили ну как здорово я говорю нет вот он уже плот вот прививка вот высоковато это раз что эта часть вот эта веточка ну то есть побег это часть этого старого дерева старого же россии будет неохотно дерево теперь надо убирать чему скажу отпиливать это дерево вдруг она плодоносит а вот так она будет расти жалко жалко максимум чем не удалось достичь вот старое дерево на этот момент было 20 лет всего и у нас убирать вот одна ветка потом вторая дать дать рост вот этим он дал два корневых отводка я на них привил два сорта смотрите вот один красивый сорт вот второй вот видите еще не упали это зимние это летние это мелба это это жигулевская вот привил и ждал и черта не росли и даже когда вот это дерево я все-таки спилил вот все-таки в общем кончился на топором и в общем я не одобряю такие я потом усилив такие находил именно вот такой вариант когда рядом дай-ка привил к взрослому дереву невозможно переломить это самое не любят нахлебников так как квадратный метр